2017 год для жилищно-коммунального хозяйства страны был знаковым. Состоялось совещание с участием президента по реформированию и совершенствованию. ЖКХ-система большая и имеет прямую связь со многими сферами и отраслями, а потому должна быть подвижной и мобильной. Так, к примеру, существенно интенсифицировать работу пришлось Брестскому хозяйству. Город готовится к тысячелетнему юбилею. Один из важных пунктов – модернизация дорожных артерий. Акцент на сплошном асфальтировании. Очень много сделано по ремонту улиц. Наверное, обречание уже забыли, сколько в этом году сделали. И улицу, можно сказать, и Молдовардейскую, и улица Скрипникова, и Набережная, и Московская, и Янки Купалы, которые все вспоминают. Много дворовых территорий сделали. То есть работа выполнена огромная. Если говорить, например, по асфальтированию сплошному, то более 117 тысяч квадратных метров дорог сделано. Ну то это в десятки раз больше, чем, наверное, за предыдущую пятилетку. Летом изменения, которые сложно не заметить, их высота порядка 40 метров, произошли еще в одном структурном подразделении жилищно-коммунального хозяйства – парке «Культуры и отдыха». Новое колесо обозрения позволяет полюбоваться видом вечно молодого города с богатой историей с высоты птичьего полета. К зимним праздникам усовершенствовали и резиденцию Деда Мороза. Сбылась мечта Брещан, и в этом году установлено 40-метровое колесо обозрения, которое пользуется заслуженным любовью жителей. Также построена новая резиденция Деда Мороза, куда я тоже приглашаю детей и взрослых. Постепенно решается, а к юбилейному году должна решиться окончательно проблема неприятного запаха в некоторых районах города Надбугом. Реконструкция очистных сооружений в настоящее время находится в активной фазе. В 2017-м апгрейд пережил и Брестский мусороперерабатывающий завод. Несмотря на то, что это предприятие молодое, ему всего лишь 6 лет, мы его серьезно очень модернизировали. И глубина переработки вторсырья будет самой лучшей в стране. Совершенствование пережили и объекты, от которых зависит температурный режим в домах города. Если говорить о котельном хозяйстве, то более 12 километров переложено теплосетей предизолированные. Решен вопрос, и практически мы ушли от зависимости котельной Брестского Бива. Сегодня район Речица без проблем получает горячую воду и тепло от современной, высокоэффективной котельной. Основательно подготовили Брест специалисты жилищно-коммунального хозяйства к новогодним рождественским праздникам. Город над Бугом переливается огнями и разукрашен яркими красками. Появились новые арт-объекты и красавицы ели. Подсветку получили здания. Одним словом, есть где прогуляться и погулять. В новогоднюю ночь и в ее преддверии. Удалось в этом году сделать практически всю площадь Ленина, подсветить не только иллюминации праздничной, но и фасады подсветить. Елка главная новогодняя, она, конечно, необычная. Единственная в мире, и даже если кто-то критикует ее, больше нигде такой нет елки именно с логотипами тысячелетия города Бреста. Появились новые елки возле ЦУМа, впервые елка на набережной, новая елка на Речице, новая елка в Задворцах. То есть очень много елок новогодних, которые не обязательно сегодня детям и взрослым идти в центр для того, чтобы, как говорится, отпраздновать Новый год. Можно прямо на месте.